С 1 июня начался купальный сезон. Но нужно помнить, что водоемы, расположенные на территории муниципалитета, не отвечают требованиям санитарно-гигиенических норм. Поэтому купаться в них запрещено. На территории Ленинского городского округа отсутствуют водоемы, на которых можно купаться, так как они не проходят по санитарно-педиологическим нормам. Купаться нельзя, но отдыхать возле воды в жаркий день даже нужно. В Ленинском округе определены 5 мест массового отдыха у водоемов без права купания. На таких точках есть посты, где дежурят спасатели. Два места отдыха у воды на территории деревни Дальние прудищи. Это в парке Орловский один, а один – Жемчужный берег, одно место. Также в деревне Булатниково определено место отдыха у воды. В деревне Мамонова и в деревне Спасские Высинки. Для купания на территории Московской области официально открыты 200 мест. Ближайшие для купания водоемы можно посмотреть на интерактивной карте. Произведено водолазное обследование дна. Мы знаем, что чистое дно. Мы знаем, что берег, потому что производится анализ не только воды, но еще и почвы. Поэтому выбирать нужно только специальные оборудованные для этого места. Там дежурят и находятся спасательные посты со специальным спасательным оборудованием. И в случае необходимости помощь незамедлительно приходит. Помимо купания в прудах, не обходится также без разжигания костров и приготовления шашлыков в лесах, что может привести к неблагоприятным последствиям. На территории Российской Федерации уже неоднократно зафиксированы случаи горения леса в больших объемах. Гектарами лес горит. До окончания летнего сезона спасатели будут проводить профилактические беседы с жителями и гостями у округа о соблюдении простых, но очень важных правил безопасности на водных объектах и в лесопарковых зонах. Инга Инчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.